Бассейн Фекалии под мостом глупости. Последствия очередной коммунальной аварии в Тамбове в репортаже Юлии Савушкиной. Проблема должна была решиться пару лет назад, в 2021 году, когда примерно на этом участке перекладывали канализационный коллектор, который считался аварийным. Однако, как сейчас говорят рабочие, ремонт тогда не захватил этот участок. И вот снова. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники регионального управления МЧС России вновь стали донорами. Подробности акции у Дмитрия Шапкина. Сегодня здесь на областной станции переливания кровь сдали 20 сотрудников областного МЧС. Сдали примерно 10 литров крови. Многие из них делают это раз в квартал на протяжении уже нескольких лет. В России началась Масленичная неделя. Как в культурно-досуговом центре «Мир» широкую Масленицу встречали бабушки и дедушки из Сосновского дома-интерната увидела Олеся Павлова. У Масленицы, как и у любого праздника, есть свои традиции и правила. Каждый день Масленичная неделя имеет свое название. В первый день принято встречать гостей и накрывать стол. Без шайбы и коньков, но на льду и с клюшкой. В притомбовье команды городов и районов региона встретились на областном турнире по хоккею в Валенках. В четвертый финал выходят по две команды из каждой группы, соответственно, занявшие первое и второе место. Представители каждого города и муниципалитета сыграют минимум три игры внутри группы. Это программа «Область новостей». Здравствуйте! В студии Елена Самарская. День защитника Отечества – особый праздник. Это яркие победы прошлого и героические подвиги воинов сегодня. В преддверии 23 февраля профессиональные коллективы Тамбова объединились на одной сценической площадке, чтобы дать благотворительный концерт «Все для фронта, все для победы». Подробности в сюжете Елены Хромовой. Связь поколений – это не просто слова. Тамбовчане бережно хранят память о наших земляках, которые совершили подвиги в годы Великой Отечественной войны. И с начала специальной военной операции они всеми способами пытаются помочь Народным Республикам Донбасса. Ведь объединившись в одно единое целое, мы можем доказать всему миру, что русский дух и волю к победе ничто не сможет сломить. Из первых словах нас всегда встает за земля, где росли мы, Россия моя. Каждый поддерживает вынослужащих как может. Артисты участвуют в благотворительных концертах. Жители Тамбовской области организуют сборы гуманитарной помощи и перечисляют денежные средства на закупку обмундирования и снаряжения, необходимого нашим бойцам. В этом году праздник приобретает особый смысл и становится поистине всенародным. Нет семьи, которая не коснулась бы событий, связанных с проведением специальной военной операции. Многие сегодня встали на защиту нашей Родины и с честью отстаивали право нашего Отечества на мир и благополучие. Многие трудятся в тылу, многие помогают, чем смогут. Одним из инициаторов благотворительных концертов стал Фонд развития Тамбовщины. Он действует по инициативе представителей предпринимательского сообщества и при поддержке главы Тамбовской области Максима Егорова. За четыре месяца работы фонду удалось собрать более 205 миллионов, из которых на нужды военных потрачено свыше 140 миллионов. Помощь была оказана кадровым воинским частям Тамбовского гарнизона, участвующим в СВО. Все эти деньги идут на такие серьезные закупки и изделия, как квадрокоптеры, тепловизоры, коллиматоры, ну и подобные вещи. Мы считаем, что это долг каждого человека оказывать помощь на сегодняшний день. Не только кто чем может, а помимо и делом, и словом. Многие тамбовчане оставляют свои мирные профессии и уходят добровольцами. Уезжают работать волонтерами и санитарами. Они становятся примером для подрастающего поколения. Подрастающему поколению я советую прислушиваться взрослым, которые понимают, что такое наша родина, стремятся к этому, к защите, к поддержке и так далее. А старшее поколение, оно и так все это пережило и помогает своей поддержкой военнослужащим. На благотворительный концерт пришли представители разных профессий, предприятий и организаций. Купив билет, они уже внесли свою лепту в приближение победы и в то, чтобы наши ребята скорее вернулись домой. В итоге удалось собрать свыше трех миллионов рублей. Елена Хромова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова. Область новостей. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники регионального управления МЧС России вновь стали донорами. Группа людей в погонах прибыла в назначенный час на областную станцию переливания и в течение пары часов сдала кровь. Подробности акции у Дмитрия Шапкина. Сегодня здесь на областной станции переливания кровь сдали 20 сотрудников областного МЧС. Сдали примерно 10 литров крови. Многие из них делают это раз в квартал на протяжении уже нескольких лет. Максим Филимонов – опытный донор. На станцию пришел уже в 18-й раз. Сдает кровь и ее компоненты несколько раз в год вместе с коллегами. Хочется людям помогать. И не только в служебное время, но и, как опять повторюсь, гражданин нашей страны, которому небезразличны чужие жизни. Многие из этих людей часто рискуют жизнями, когда отправляются на тушение пожаров и спасают из пламени детей и взрослых. На станции переливания у них практически та же работа, но уже без риска для себя. Практически, можно сказать, раз в квартал у нас проходят такие акции. И иногда даже два раза в квартал мы постоянно занимаемся таким мероприятием. Ежегодно сотрудники регионального управления МЧС России сдают не менее 40 литров крови. Благодаря им жизненно важные компоненты получают те, кто попал в аварии, перенес серьезные операции и получил ранения различной степени тяжести, в том числе в зоне спецоперации. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей. Жены кадровых военных и мобилизованных Тамбова приготовили супругам подарки ко Дню Защитника Отечества. На базе одной из фотостудий города в рамках всероссийского проекта «Жена героя» прошла фотосессия, результатом которой станут два видеоальбома. В каком виде они отправятся адресатам и чем еще организаторы готовы помочь супругам военных, расскажет Полина Болотова. В светлом помещении фотостудии модели готовятся к фотосессии. Совершенно разные женщины со своими характерами и особенностями внешности. Многие даже не были знакомы до съемки. Объединяет их одно. Все они – жены участников специальной военной операции и участницы проекта «Жена героя». Акция родилась в Самаре еще осенью прошлого года. А сейчас получила статус всероссийской. Чуть-чуть ко мне сюда, пододвиньтесь, полшашка. В целом в акции приняли участие около 70 тамбовчанок. Кстати, студии и фотографы предоставили свои услуги абсолютно бесплатно. А в качестве моделей выступили супруги и профессиональных военных, и мобилизованных. Он сказал, что если он откажется от этого, то детям будет что-то на глаза смотреть. Мы его поддерживаем словами, что мы любим, мы ждем, чтобы приезжал поскорее. Ну и дети тоже так же пишут ему, что папа, мы ждем тебя, мы любим тебя, возвращайся к нам. С мужем 9 лет вместе. Жду. Забрали его на день рождения 23 сентября. Ему исполнился как раз 31 год. Его... Ну, он ушел как мобилизованный, а вообще пошел как доброволец. Просто получилось так, что сделали его мобилизованным. Один раз ездили к нему, ждем в отпуск. Я надеюсь, ну, муж так поймет, что как-то переживаю с ним вместе, как-то поддерживаю его. Как-то так, наверное. Готовые фото соберут в видеоальбомы. На первых страницах будут поздравления мужчин с 23 февраля. А дальше слайд-шоу из фотографий. Такой вариант сохранят на флешке и передадут воинские части. В дальнейшем организаторы планируют сделать выставку. В спектр Комитета семей воинов отечества и Союз семей военнослужащих входит весь комплекс вопросов, которые всегда беспокоят. Это и правовые, и юридические, это и реабилитация, и медицина. Это и вопросы, связанные с психологической помощью, что тоже немаловажно, чтобы помочь женщинам, если они испытывают какие-то такие психологические трудности. Ну и, конечно, социальных вопросов очень много. Обратиться в региональную общественную организацию «Союз семей военнослужащих» можно через телеграм и группу ВКонтакте, а также по телефону горячей линии 8 4752 422 429 или личному номеру руководителя 8 960 666 39 63. Располагается организация в ресурсном центре НКО на Советской, 94. Полина Болотова, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей. Наш телеканал готовится к большому телемарафону по сбору средств для военнослужащих и мобилизованных из нашего региона. Телеканал «Новый век» приглашает жителей Тамбовской области поддержать проект Народного фронта «Все для победы» по сбору средств военнослужащим и мобилизованным из нашего региона. Четырехчасовой марафон стартует 23 февраля в 15.00 в эфире телеканала «Новый век» на 21-й кнопке кабельных каналов и ОТР на 9-й кнопке. Подключайтесь, смотрите, участвуйте в сборе. Бассейн фекалий под мостом глупости. Такое явление тамбовчане смогли зафиксировать на камеры своих смартфонов в минувшие выходные. В результате порыва на канализационном коллекторе на улице Гастелло прямо из-под земли забил фонтан зловонных стоков. Последствия очередной коммунальной аварии в Тамбове в сюжете Юлии Савушкиной. Подобные эмоции в тамбовском сегменте соцсетей накануне выражали многие. Бассейн фекалий под мостом дураков, гейзер на Гастелло. Полноводная река дерьма. Лишь часть комментариев от свидетелей воскресной коммунальной аварии в Тамбове. Надо сказать, что фонтаны, бьющие из-под земли в этом районе, для тамбовчан уже не новость. Проблема должна была решиться пару лет назад, в 2021 году, когда примерно на этом участке перекладывали канализационный коллектор, который считался аварийным. Однако, как сейчас говорят рабочие, ремонт тогда не захватил этот участок. И вот снова. Докапываться до причин такого пробуждения пришлось бригаде компании РКС Тамбов. Налицо серьезные проблемы в работе коллектора. Коллектор уже лет 80 вышел из строя, развал трубы. Мы определяемся пока. И вот до железнодорожного моста еще замена, возможно, предстоит. Но это руководство решает все эти вопросы. Напомним, что решения от компании РКС Тамбов ждут и в других частях города. Совсем недавно на юге и в центре также произошел ряд аварий на канализационных коллекторах. Жители домов, пострадавших в результате порывов, до сих пор ощущают последствия на себе. Объемы же работ, которые необходимы для ликвидации свежей проблемы на Гастелло, только предстоит определить. Пока здесь установили две откачки, чтобы зловонные стоки не вытекали на проезжую часть под ЖД мостом, который в Тамбове успели прозвать мостом глупости. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Александр Кобзарев, Область новостей. В России началась Масленичная неделя. Первый ее день называется «Встреча». Гулять так гулять решили в культурно-досуговом центре «Мир» и устроили праздник. Его гостями стали 12 бабушек и дедушек из Сосновского дома-интерната. Как они встречали широкую масленицу, увидела Алиса Павлова. У Масленицы, как и у любого праздника, есть свои традиции и правила. Каждый день Масленичной недели имеет свое название. В первый день принято встречать гостей и накрывать стол. Провожать зиму и встречать весну приехали 12 бабушек и дедушек из Сосновского дома-интерната. Веселить гостей собрались сотрудники культурно-досугового центра «Мир». Артисты всегда ответственно готовятся к встрече с каждым гостем. А в этот раз они особенные. Здесь специально подобраны игры, потому что люди понимают, что преклонного возраста, что они смогут сказать. Конечно, не обходит ни одно мероприятие, когда ведется хороводная игра, например, «Золотые ворота». Это испокон веков, конечно, не играют и дети школьного возраста, и люди пожилого возраста. Здесь определенные категории мы относимся, игры подобраны таким образом, чтобы было уютно, комфортно, и они могли справиться с этим заданием. Особой колорит и яркость придавали русские народные костюмы артистов, а живость празднику добавляли песни и частушки. Забыв про свой возраст, в пляс пускались и сами гости. После концерта гостей приглашают на мастер-класс по изготовлению домашней куклы-масленицы. Такой оберег делают просто. Берут несколько палочек и обрежают в цветные лоскутки. Нитки для работы не используют. По традиции куколок делают без лица, так они остаются неодушевленными. Была кукла поменьше, вот такая вот, именно домашняя. Ее не сжигали. Она целый год стояла где-нибудь вот так на окошке, красиво. Показывали, во-первых, что здесь хорошие люди, что они могут угостить блинами, чем-то еще. И что здесь невеста еще заодно есть. То есть очень такой интересный был такой намек. Когда вот до следующей масленицы она доживала, вот тогда уже здесь был выбор. Ее или действительно сжигали, ну опять все разбирали, конечно, чтобы это был не человек, или отдавали детям в игрушки. Проведение подобных встреч очень важно для личной активности пожилых людей и повышения их жизненного тонуса. Праздник масленицы удался на славу. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Анна Мусатова, Область новостей. В первый день масленичной недели Тамбов встречает камчатские деликатесы. Что ярмарка икры и рыбы камчатская предлагает тамбовчанам и каковы отзывы покупателей, расскажет Полина Болотова. С сегодняшнего дня началась масленичная неделя. Первый день называют встречей. Принято ходить в гости, угощать и угощаться вкусностями. Соответственно, принимающей стороне надо думать, что ставить на стол. Сомнения развеет ярмарка икры и рыбы камчатской. Здесь более 35 видов рыбы, в том числе и благородные породы. Чивыча, нерка, белорыбеца, палтус, кижуч. Что важно, эта рыба не выращена искусственно. Она перевозится самолетами прямо с Камчатки и, соответственно, не замораживается. Палтус, когда на Дальнем Востоке служил, воспоминания очень приличные, они остались. Так что нравится мне эта рыба такая. Ну и икры немножко, к масленице, естественно. Ну вот, смотрите, я приобрела филе, филе чавычи. У меня дочка любит, и вот она приезжает с Рязани, она у меня там учится, и вот я ее буду угощать на празднике. Икру и чавычу соленую. Отличные качества. Что, к кутика села, если у вас угощается, это так для себя? Нет, для себя покушать с женой, с ребенком. Кстати, и икрой, и рыбой можно закупиться впрок и заморозить. При разморозке эта рыба ни полезных свойств, ни вкусовых качеств не теряет. Закупиться деликатесами, чтобы порадовать себя и близких, можно по адресу Пролетарская, 172, напротив линии. Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» принимает покупателей с 20 по 25 февраля включительно. Полина Болотова, Илья Тырса, Ольга Кириллова, Область новостей. Профессиональный художник-пейзажист Дмитрий Алексеенко погрузил тамбовчан в заснеженную сказку и помог почувствовать всю прелесть палитры оттенков зимнего вечера. В Тамбовской областной картинной галереи провели мастер-класс по живописи. Как создавались шедевры, увидела Алиса Павлова. В творчестве Дмитрия Алексеенко преобладают пейзажи, написанные в классической реалистической манере, в технике масляной живописи. Писать свои работы художник любит только с натуры. В качестве полотна для мастер-класса художник выбрал свой зимний вечерний пейзаж. Нужно именно выразить и подчеркнуть именно состояние, то есть вот это вечернее состояние, здесь солнышко есть, то есть вот эту вот вечернюю зорьку, вот, то есть вот это надо как бы выразить, показать, чтобы это чувствовалось и на снеге, и на небе, и на деревьях, то есть рефлексы всякие и все-все-все, что с этим связано. Для художника Дмитрия Алексеенко подобный мастер-класс первый в его карьере. Но даже если гости последний раз брали кисти и краски в руки только на уроках рисования, профессиональный художник всегда направит в нужное русло, поддержит и пробудит любовь к живописи. Все материалы для мастер-класса предоставляют организаторы. Мы работаем на холстах и акриловыми красками. Если художники работают масляными красками, для которых требуются разбавители, и они долго сохнут, иногда больше недели, то акрил, он разводится водой, получается яркое произведение и застывает он в течение часа. Кисти, краски и щепотка хорошего настроения – все, что нужно для создания живописного полотна. Через некоторое время на белом холсте оживет великолепный пейзаж. Все в картины галереи располагает к творчеству. Разнообразие кисточек, яркие краски – профессиональный преподаватель. Но самое главное – это настрой. Не так давно я был на одном мастер-классе вот здесь. Это был мой первый мастер-класс. Тоже рисовал акрилом. Очень понравилось. И как раз после этого у меня прямо загорелось такое желание. Я пришел дома, взял у детей гуашь и гуашью порисовал немного. И вот что-то не хватает. Чувствую, что еще надо. На холстах участников отразились и блики вечернего солнышка, и тени на снегу. Свои комментарии и советы по живописи художник дополнил рассказами о совместных пленэрах с Владимиром Сизовым, поскольку Дмитрий был его учеником. Работу Владимира Сизова сегодня украшают выставочное пространство картинной галереи. Олеся Павлова, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей. Без шайбы и коньков, но на льду и с клюшкой. В Притамбовье команды городов и районов региона встретились на первом областном турнире по хоккею в Валенках. Фестиваль этого необычного зимнего вида спорта провели впервые по инициативе главы области Максима Егорова. Особенности игры и результаты турнира в сюжете моего коллеги Павла Юрасова. До начала игры еще почти час, а участники турнира уже разогреваются на льду. Это спортсмены из Токаревки. Сыгранная команда любителей чаще играет в классический хоккей, но специально для областного фестиваля они тренировались с мячом. У нас все, у нас любители хоккея, у нас в основном от водителя и до налоговых инспекторов. И даже из милиции есть ребята играют. У нас хоккейная коробка, вот, ребят приезжают, мы с шайбой, ну, последнее время с мячом тренировались. Хоккей на валенках с мячом – это народная игра, популяризацию которой начали еще шесть лет назад в Тамбовском районе. Районное соревнование по инициативе главы региона Максима Егорова было решено масштабировать до областных. Во всех муниципалитетах прошли промежуточные игры. В отборочном этапе приняло участие около 800 человек со всех уголков области. Сегодня сюда приедут 14 лучших команд, потому что в рамках светового дня можно сегодня провести, согласно той турнирной таблице, которую мы составили, здесь будет играть 4 подгруппы по 3-4 команды, и плюс там еще будут полуфиналы и финалы. Областной фестиваль хоккея в Валенках обещает стать доброй традицией, а в планах организаторов сделать его еще масштабнее, продлив на несколько дней. Дал старт играм турнира руководитель области Максим Егоров. Рад, что вы поддержали инициативу сделать из районного мероприятия, сделать областное. Большое спасибо коллегам из Тамбовского района. Всем удачи, только победы и хорошего настроения. По правилам в составе команды должно быть не более 10 совершеннолетних участников. Все спортсмены выходят на поле в зимней обуви, в валенках, унтах или сапогах. Играют два периода по 10 минут со сменой ворот. За грубую игру назначаются штрафные удары. В четверт финала выходят по две команды из каждой группы, соответственно занявшие первое и второе место. Представители каждого города и муниципалитета сыграют минимум три игры внутри группы. В итоге золото завоевала команда регионального правительства. На втором месте оказались хоккеисты при Тамбове. Бронза досталась представителем знаменки. Павел Юрасов, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей. В минувшие выходные в Тамбове прошло открытие областного турнира по дворовому хоккею, который носит говорящее название «Трус не играет в хоккей». Кто стал его участниками и когда пройдет финал, знает Полина Матовникова. Хоккей – это спорт сильных и храбрых. А такими могут быть не только мальчики. Готовится выйти на лед единственная хоккеистка на турнире – Мария Кундашкина. Девочка занимается этим видом спорта уже шесть лет. За это время играть среди мальчиков она уже привыкла. Поэтому в команде чувствует себя очень комфортно. Пока длинная белокурая коса еще на плече, но уже через пару минут спортсменка спрячет ее за специальной защитой. Почему решила заниматься этим видом спорта? Ну, папа играет, друг играл, понравилось. Как тяжело вообще дается для девушки такой тяжелый вид спорта? Пока все хорошо идет. Болельщиками турнира в основном стали любители хоккея, местные жители и, конечно же, неравнодушные родители. Вот и за Марию пришел поболеть ее папа, по стопам которого она и пошла. В принципе, ребята здесь пришли, может быть, не свой профессионализм показать, а так отдохнуть, получить заряд, настроение хорошее. Я думаю, здесь качество отличное. 14-летний Владимир Кучеров – один из профессиональных игроков на областном турнире. Занимается хоккеем уже 10 лет. По словам молодого человека, выходит на лед прежде всего ради удовольствия. Но и результат здесь для него немало важен. В этой игре удача оказалась на стороне соперника. Проиграли. Хорошо все играли. Что было самое сложное сегодня на игре? Да, особо ничего не было сложного. Почему тогда проиграли? Ну, у них оборона посильнее была. Ребята сами образовывались. Они знают, что в феврале – это такая уже хорошая традиция, что мы по-любому будем играть в рамках проекта «Детский спорт». Это турнир. Они сами уже заранее формируются, обращаются через своих учителей в школах, через спортивные клубы, через родителей. Формируют команды, подают заявку. Ну и поэтому здесь может оказаться, что один участник живет на «Динамо», другой на «Магистраль». Но их что-то объединяет. Они сложились в одну команду и играют сегодня вместе. В этом году в полуфинал прошло 12 команд. До финала дойдет 4. Турнир «Трус не играет в хоккей» станет ярким завершением хоккейного февраля в Тамбовской области. В этом году турнир охватил всю Тамбовскую область. Открыли череду игр полуфинала 4 городские команды. Потом в течение полутора недель в областной центр будут приезжать спортсмены из других городов и районов области. А 26 февраля ребят ждет финал. Полина Матовникова, Александр Чекмарев, Александр Кобзарев. Область новостей. В Тамбове прошел всероссийский турнир по тэквондо-мастерски, на который в этот раз прибыли бойцы даже из ближнего зарубежья. Лучшие атлеты боролись за первенство, ведь наградой за золото в некоторых дисциплинах было званием мастера спорта. Как прошли соревнования и как выступили тамбовские тэквондисты, расскажет Дмитрий Шапкин. Турнир мастерский в Тамбове проводят уже 8-й год подряд. В этот раз в спортивно-тренировочный центр Тамбов собрались более 800 спортсменов со всей страны. Здесь лучший из лучших. Начинается турнир с формальных упражнений тулей и спецтехники. Братья Анисимова – обладатели черных поясов с белой полоской. Оба родом из Тамбова и занимаются тэквондо 8 и 9 лет соответственно. На этом турнире они выступают в юниорах. Естественно, ждут победы, а еще рассчитывают встретить достойных соперников на татами. Мы готовились очень долго, заряженно, настроены на победу. Сразу после чемпионата России начали подготовку к этому турниру. Конечно, были неприятности в виде травмы перед Новым годом. Из-за этого почти месяц не занимались. Турнир – один из крупнейших среди всех, которые проводят в регионе по тэквондо. А в этот раз он стал еще и самым массовым за последние годы. И даже получил черты международного. К нам в гости приехала сборная Белоруссии. Ранее участвовал, недавно забрал в Кубок Азии, участвовал на Кубке Европы, в Испании. То есть ты спортсмен нужен таким стадом? Да. Сколько лет занимаешься? Занимаюсь в 10-й год и собираюсь продолжать. Победа в таком турнире позволит подняться спортсменам на заветный новый уровень. Именно потому конкуренция на нем очень высока. На этом турнире можно получить звание Мастера спорта России. Поэтому подготовка была очень серьезная. Было много дополнительных занятий. В общем, подошли со всей ответственностью к этому вопросу. Будем надеяться на хороший результат. В первый день соревнований выступали бойцы от 12 лет и старше. Предельного же возраста на турнире нет. Как, собственно, нет и ограничений для занятий этим видом единоборств. У нашего региона, команду которого возглавляет главный тренер сборной России по тэквондо Андрей Ким, есть все шансы выйти во всероссийские лидеры. Тем более, что он уже воспитал трех мастеров спорта международного класса и заслуженного мастера спорта. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Евгений Мещеряков. Область новостей. На этом пока все. Еще больше информации на нашем сайте, в телеграмму и в группах соцсетей. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова